Президент Казахстана поучаствовал в Конгрессе финансистов. Он выступил с видеообращением перед участниками, в котором поздравил их с таким важным событием. В начале своего выступления Такаев немного рассказал о реформах, которые поспособствовали укреплению национальной валюты. Кроме того, создана полноценная финансовая инфраструктура. А по словам президента, конкурентоспособность финансового сектора Казахстана была достигнута благодаря продуманной государственной политике. А Такаев подметил, в начале прошлого года мало кто мог предположить, что вирус короны и его последствия окажут столь разрушительное воздействие на мировую экономику. Последующий спад рынков стал одним из самых значительных за последние сто лет. Глава государства подчеркнул необходимость активного развития Международного финансового центра «Астана», который должен стать еще одним важным источником финансирования экономики. По словам президента, в это время также следует рассмотреть проблемы финансовых институтов и озаботиться глубокой цифровизацией финансовых услуг. А по словам главы государства, эти проблемы требуют серьезного обсуждения и поиска сбалансированных решений. А в заключение президент выразил уверенность, что мероприятие поможет выработать действенные меры по укреплению финансового сектора страны и поздравил сотрудников финансовой системы с профессиональным праздником. Около шести месяцев в Казахстане также обсуждается массовый подход к творческим индустриям. Была деловая встреча в правительстве, уже открыт проектный офис и оцениваются бюджеты. Руководитель Бюро проектов развития творческих индустрий Донат Жумин даже ушел в отставку с должности заместителя руководителя аппарата премьер-министра. По поручению главы государства, правительство разрабатывает концептуальные подходы к развитию креативного сектора экономики. На встрече по развитию в Алматы президент еще раз подчеркнул важность творческого сектора в решении задач экономической диверсификации, написал он в своих социальных сетях. Опечаленные огромными расходами госбюджета на расплывчатые проекты казахи усмотрели в довольно расплывчатых творческих формулировках попытку продолжить обычное бюджетное развлечение без прозрачных рамок за траты амортизации. А в конце концов, государство не заботилось о креативных индустриях как таковых, наскорее подтолкнуло в том или ином направлении массовый отъезд креативных людей из Казахстана. А казахстанские певцы, выступавшие не в Казахстане, а в России или Китае, показали, кого страна буквально теряет каждый день. Не десятки, а сотни казахстанских программистов ежегодно сообщают, что их приглашают работать в крупнейших мировых гигантах – Google, Facebook, Amazon и других. А несмотря на искреннюю веру в столице, что программа «Цифровой Казахстан» удовлетворяет потребности программистов с мировым признанием, утечка продолжается. А Донат Джумин дал понять, что к августу 2021 года у государства уже будет понимание того, что такое креативные индустрии, нужно ли их регулировать, вкладывать в них деньги и как разрабатывать политику. А главное, говорит руководитель проектного офиса, что эти усилия государства не наносят вреда самой отрасли. А таким образом, общий взгляд на усилия правительства в этой области сводится к простым выводам. Правительство увидело новые бюджетные проблемы и новых фискальных коров, не думает о том, как их больше доить и меньше кормить. Редактор субтитров А.Семкин